Этот шокирующий случай произошел в Вишкороле ранним утром 11 марта. Около пяти часов возле дома 69А по улице Чехова прохожие обнаружили труп молодого парня. Следователи выяснили, что погибший был иностранным студентом одного из республиканских вузов. Накануне трагедии он снял посуточную квартиру на седьмом этаже. Следователем изучена переписка в телефоне погибшего, из которой установлено, что он не хотел обучаться по выбранной родителями специальности, но они настаивали на продолжение обучения. Именно это повергло его к самоубийству. Слабоумие и отвага. В Вишкороле подросток ради лайков в соцсетях сиганул с моста. Его друзья снимали происходящее на видео. К счастью, школьник приземлился в огромный сугроб и не покалечился. Прошедшая неделя выдалась особенно жаркой для спасателей Мэриэл. На тушение пожаров они выезжали по четыре раза в день. Огнем полностью уничтожено более десяти домов и строений, а число погибших составило пять человек. Так, 11 марта в селе Нужьялы Медведевского района произошел крупный пожар. Там загорелся двухквартирный жилой дом на улице Труда. К прибытию огнеборцев одна половина дома была полностью охвачена огнем. Во второй половине никого не было. Она использовалась хозяевами только в летний период. Пожарные подали стволы и приступили к тушению. Открытое горение на площади около 70 квадратных метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью. После окончательной проливки и дотушивания места пожара в одной из комнат было обнаружено тело хозяйки, пожилой женщины 1937 года рождения. По предварительной версии специалистов, причиной случившегося могло послужить короткое замыкание электропроводки. Непотушенная сигарета унесла жизнь 34-летнего мужчины. Трагедия произошла в одном из поселков Советского района. Известно, что в тот момент, когда началось возгорание, погибший был сильно пьян. Его родственник, который обнаружил дым, вынес бездыханное тело мужчины на улицу и вызвал спасателей. Однако было уже поздно. Другой пожар, который произошел в деревне Корта 17 марта, также имел печальный конец. Там в собственном доме сгорела 78-летняя женщина. Специалисты установили, что очаг возгорания находился в постели. Предварительная версия – неосторожность при курении. В этот же день еще один несчастный случай произошел в центре Ишкаралы. Около 10 часов вечера жильцы одного из домов на Ленинском проспекте почувствовали запах дыма. Они быстро обнаружили горящую квартиру, но достучаться до хозяйки не смогли. Когда спасатели закончили свою работу, в одной из комнат они обнаружили труп 55-летней женщины. И вновь причиной трагедии стал тлеющий окурок. А этот пожар не на шутку напугал жителей новых домов в микрорайоне 9Б. Густой черный дым, который валил из строящейся многоэтажки по улице Ивана Крыля, было видно издалека. Оказалось, что в подвале дома загорелся пластиковый мусор и стройматериалы. В этот момент на седьмом этаже работали два сварщика. Из-за сильного задымления они не смогли самостоятельно выбраться из горящего здания. Спасателям удалось вовремя вывести пострадавших. Мужчины остались живы. Пожар был потушен, однако черная копоть полностью уничтожила внешнюю отделку подъезда. Не мог предположить, что со мной такое может произойти. Хотя раньше слышал, как бы знал, что есть такие мошенники. Но когда меня коснулось, я не знаю, как это вообще можно объяснить. А потом зашел в приложение, увидел, что денег на счету нет. 350 тысяч. Это история о том, как за несколько минут попасть в финансовую кабалу. Схема преступления не новая, но, к сожалению, по-прежнему рабочая. Телефонные мошенники под видом работников банка развели 33-летнего жителя республики Мырел на крупный кредит. Звонивший сообщил, что на имя клиента неизвестные оформили кредит. Далее собеседник убедил ишкаролинца подать заявку на займ на эту же сумму. После того, как деньги поступили на счет горожанина, он, следуя указаниям злоумышленника, продиктовал коды из СМС-сообщений. После чего с его счета были списаны денежные средства в сумме 350 тысяч рублей. По данному факту, следственным управлением УМВД России по городу Ишкарале возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». К дорожным происшествиям. Серьезная авария произошла 15 марта на 89-м километре автодороги Ишкарала-Зеленодольск. Около 7 часов утра девушка за рулем ВАЗ-2114 на высокой скорости не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ренулоган. От удара отечественную легковушку отбросила на обочину прямо на пешехода. В результате ДТП пострадали водитель и 33-летний пассажир автомашины ВАЗ-2114, пешеход, а также 33-летний пассажир Ренулоган. 11 марта в поселке Красногорске женщина за рулем легковушки не справилась с управлением на скользкой дороге. В результате ее автомобиль перевернулся на крышу. По словам очевидцев, в этот момент в машине находился ее ребенок. По счастливой случайности ни мама, ни малыш не пострадали.